Итак, мы представляем вашему вниманию тест новой модели усилителя российского производства SG200. Данный усилитель, в отличие от своих итальянских аналогов, имеет более высокие динамические характеристики наряду с высокой степенью защиты, что позволяет эксплуатировать усилитель с минимальным риском выхода из строя и несогласованности нагрузки, вызванной, например, выходом из строя антенны. Также данный усилитель имеет защиту от переполюсовки, что может оказаться немаловажным фактором при установке и подключении, что мы сейчас и продемонстрируем. Подключаем усилитель в цепь в соответствии со стандартной схемой подключения, используя 50-мные кабеля. Проверяем правильность подключения питания, а также напряжение питания. В данном случае напряжение питания соответствует 13,8 В. Калибруем КСВ-метр и проверяем коэффициент стоящей волны. В данном случае значение параметра у нас получается не более 1,2 В. Теперь проверяем мощность входного сигнала. Мощность входного сигнала у нас составляет 7 Вт. Теперь включаем усилитель и проверяем коэффициент стоячей волны при включенном усилителе. Калибруем прибор. Смотрим значение КСВ. В данном случае КСВ у нас также не превышает значение 1,2 В. Теперь мы переключаем прибор в режим измерения мощности и проверяем мощность выходного сигнала усилителя. Мы видим, что при подключении на вход источника входного сигнала с мощностью 7 Вт, мощность на выходе усилителя у нас соответствует 180 Вт. При этом ток потребления составляет приблизительно 20 А. Теперь мы отключаем антенну от выхода усилителя и нажимаем на передачу. Мы видим, что мощность у нас падает сразу до 40 Вт, а индикация усилителя свидетельствует о наличии неисправности. Теперь подключаем обратно антенный вход. И проверяем показания мощности выхода усилителя. Мы видим, что после восстановления цепи мощность у нас соответствует предыдущим показаниям и составляет также 180 Вт. Теперь подключаем оборудование от цепи. И проверяем усилитель на устойчивость переполюсовки. Сейчас мы видим, что питание усилителя подключено к источнику питания в соответствии с обычной схемой подключения. Итак, включаем усилитель, смотрим, работает в обычном режиме. Отключаем питание от усилителя, от блока питания, прошу прощения. Соответственно, усилитель у нас отключается и подключаем усилитель, используя обратную полярность. Мы видим, что усилитель на данные изменения просто никак не реагирует. Теперь подключаем усилитель в соответствии с правильной схемой подключения. И видим, как усилитель сразу включается. Теперь подключаем усилитель обратно к цепи. Проверяем его работоспособность. Мы видим, что усилитель находится в рабочем состоянии положения и мощность выходного сигнала соответствует предыдущим показателям и также составляет 180 Вт.